Сегодня приехали, зайдем в такой магазинчик. Открылся у нас на Востоке. Вот так он выглядит. Здесь в коробках все стоит. Типа оптового. Возьму ТЭС. Так, эти такие цены. Смотрите, сахар рублей 35, а мука 89 килограмм. Это такие цены на массу. Всем привет, друзья! С вами Наташа. Рада вас приветствовать на своем канале. Я вчера маме сказала, что мы едем сегодня в город. Она сказала, Наташа, открылся классный магазин. Как он называется и что внутри, я для вас вставила кусочки видео в начале. Магазин мне очень понравился. Неплохой. Он как оптовая база. Не просто магазин, а типа оптовая база. Там в коробках, ящиках все стоит. Хорошо так поделена по секциям. Вот выбор большой. Народа тоже много. Люди закупаются. Там есть все. И тесто тоже там было. Бездрожжевое. Дрожжевое. Слоеное, замороженное пиццы. Крабовые. Эти палочки на развес. Крабовые. Ну, не крабовые. Рыбные палочки. Колбаса разных видов. Там фарши были. Колбаски. Такие сыры для запекания. Все в холодильниках. Просто это я уже не снимала. Вот. Быстренько пробежалась. Разные сладости. Разные чаи, кофе. Там и водочный отдел был. Но я его не снимала. Вот. Так что все на любой вкус. Внизу. Там также есть магазин. Мара вроде бы. Косметика продается. Вот. Кому интересно, тоже можете зайти. Еще и косметику. Еще можно заехать сразу в этот магазин. И затовариться всем, чем пожелаете. Цены приятно порадовали. Вот. Ну, а кому интересно, что купила я. По какой цене это все. Оставайтесь. Сейчас все покажу. Ну, вот так. Я немножко затоварилась. Не сильно. Сейчас по чеку пройдусь. И вам все расскажу. Здесь еще нету бутыль воды. Бутыль воды питьевой Дорида. Пятилитровый. Пятилитровый. Стоил рубль семьдесят три. Так. Чай ТЭС. Черный. Шиповник. Яблоко. Шесть восемьдесят девять. Ну, у меня дети любят ТЭС. Поэтому я купила. Дальше. Салфетки бумажные. По ноль сорок девять. Ну, мне как-то удобнее, когда салфетки в туалете, чем нежели туалетная бумага. У меня дети сильно ее разматывают. Поэтому они у нас в ходу. Да, и так они беленькие или гостей, если что. Ну, салфетки всегда пригодятся. Дальше. Масса подсолнечная. Альтера с добавлением оливкового. Ну, это я вам показывала. Сейчас чуть-чуть приподниму, что я такое масло покупаю. Вот такое оно. Так. Масло два ноль девять. Там разных видов было масло. Можно выбрать. Сок гранатовый. Потому что увидел. Говорит Наташа. Гранатовый сок по рубль пятьдесят пять. Такая бутылка. Но как-то он не сильно получается какой-то яркий. Но цена. Сейчас посмотрим состав. Так. С другой стороны. Ну, вот. Другие привязали. Так. Лимоны. По два сорок девять. Взяла пять штучек лимонов. Дальше. Томат слива по три пятьдесят девять. Ну, такой неплохая сливочка. Лимоны тоже неплохие. Смотрите. Хорошие. Не сухие. Так. Дальше. Груша конференция по рубль двадцать пять. Вот. Грушка. Так. Кто долларов считает. Цену вот эту, что сейчас я вам диктую. Делите на два. Получаете доллар. Умножаете на тридцать три. Вроде так. Курсы. Получаете российский рубль. Вот. Но это для того, чтобы вам легче было считать. Дальше. Яблоко по восемьдесят девять. У нас еще свои яблоки есть. Но они уже такие сморщенные. Муж кормит ими гусей. Я говорю, то лучше уже своих яблок принеси, чем нежели покупать. Ну. Яблоко груша вроде, но все-таки хрустящее. Мне нравится, когда хрустящее яблоко. Не такое вот, как каша. Ну, цена восемьдесят девять копеек. Он говорит, ну, купи немного. Я купила. Так. Шпроты в масле. Вот такие шпроты взяла. Не знаю, никогда не брала, но взяла попробовать. Рубль восемьдесят пять. Ну, почти доллар. Меньше доллара. Такие шпроты. Так. Центрируется производство. Так. Шпроты. Рыбные консервы. Взяла сардины. Тоже там выбор большой. Сардины взяла рубль семьдесят пять. Там кильку в томате берут. Но сейчас у людей пост. Поэтому там рыба на расклад. Консервы рыбные. Дальше. Рулет. Праздничный. Так. Да. Взяла рулетик. Четыре тридцать девять. Четыре тридцать девять. Это, наверное, вот. Да. За вот эту вот. Пятьсот двадцать здесь грамм. Четыре тридцать девять. Вот такой взяла детям на бутерброд. Вот так. Дальше. Соль тридцать восемь копеек. Каменную. Так. Макароны изделия. Спагетти взяла. Ну, там вот. Спагетти. По девяносто девять копеек. Ну, я вот такие беру. Обычно. Не знаю, кто какие другие варит. Чтоб они не склеивались. Чтоб не склеивались. Можете писать в комментариях. Ну, я как-то к этому привыкла. Боюсь что-то новое покупать. Поэтому такие беру. Как привыкла. Вот. Они. Девяносто девять копеек. Дальше. И. Рожки. По. Рубль ноль девять. Вот такие рожки. Тоже этой же фирмы. Так. Молоко. Астромические просторы. Два с половиной процента. Рубль шестнадцать. Вот у нас молочко. Дальше. Булочки. Для хот-дога взяла. Вот. Четыре штуки. Два ноль девять. Двести пятьдесят грамм. Я ловлю упаковки. Так. Майонез. Советский. Классика. У меня мама говорит. Наташа. Майонез вроде сказали хороший. Советский. Классика. 50 процентов жирности. 99 копеек. Пол доллара. Так. Никогда такой не брала. Ну попробуем. Колбаса. Так. Сервелат. Барбадус. Тоже не брала. Игорь говорит. Давай возьму для бутербродов. Ну вот. Взял. Получается. По восемь девяносто девять. За это шесть сорок девять. За палочку. Так. Я иду по чеку. Поэтому прыгаю немного. Дальше. Батон. Млинхайтни. 0,66. Дальше. Сыр российский. 2,25. Вот такой сыр. 200 грамм. За 2,25. Ну. Муж мне говорит. Что ему не сильно нравится. Говорит. Возьми один кусочек. Ну. Возьмем. Попробуем. Я не сказала. Чтобы он не сильно нравится. Он дешевый. Так. Сосиски. С куриного филе. Написано. Высший сорт. 2,45. Вот такие. Я взяла. Вот. Булочки для худогов. И вот такие сосисочки. Вот. Две пачки взяла. Дальше. Сладость взяла. Вот эти кредит. Так. Сейчас пододвинем. Сладость мучная. Крендель с сахаром. За 2,15. Смотрите. Большая коробка. Здесь 700 грамм. Сейчас покажу. Видите. 700 грамм. За 2 рубля. Ну. Я вот думаю. Дейтесь. Какао. С компотиком. И Антону с собой взять в институт. Раз. Взял. И с чайочком. Дальше. Сыровяреная колбаса. Двин особая. Винская. Так. Вот такая она. Палочка. Смотрите. Большая. Эта палочка зависела 5 рублей 33. Это 2,5 доллара. Цена за килограмм 12,99. Так. Вафли взяла глазированные. Ну. Я тоже люблю. Такие вафельки. Вот такие вафельки я тоже люблю. Они с орешками, в шоколаде, с горячим чаем. Очень вкусно. Так. Вафли 2,99. Дальше. Я вам показывала. Сахар. Цена небольшая. Рубль 35. Поэтому. Взяли 2 пакета. Надо будет еще заехать. Сейчас. Начнутся ягоды. Сезон. Закаток. Надо заранее закупиться. Обычно поднимается цена потом. Так. Карамельки взяла. Чупа-чупсы. Вон. Только когда сахар низкий для девчонок. Тут немножко. 85 копеек. 147 грамм. Скажу сколько тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штучек. За 85 копеек я думаю замечательно. Так. Яйцо куриное взяла. Рубль 75. У нас немного куры несутся. Но у Даши надо в школу. Для домоводства. Для готовки. То я купила упаковочку. Так. Семечки и щелкарики. 400 грамм. 95 копеек. Мама еще говорит. Наташа там семечки дешевые. Мама. От них поправляешься и зубы портятся. Но не смогла пройти. Иногда хочется пощелкать. Но если уже откроют, то не успокоюсь. Но и девчонки тоже любят. Так что купила. Большая упаковка. Получается полдоллара. Для любителей семечек. Так. Показывала я вам масло там. Разное было. Ну там. Получается. Это. Муж думал. Если 82 процента. Это все масло. Там было написано. Спрет и маргарин. 82 процента. Там не было нашего Савушкина. Обычно я Савушкин продукт беру. Там больше минские продукты были. Поэтому видим вот это минское масло. Взяли мы 82,5 процента. Здесь написано 2,19. Но тут написано, что это масло. Там было написано, что спрет и маргарин. Так. Крупа рисовая. Взяла для суши. Вот круглый рис. Рубль 19. Ну полдоллара. Получается здесь 800 грамм. Так. И взяла девчонкам кукурузные палочки. Нам они очень нравятся. Они сладенькие. Такие как раньше были почти в Советском Союзе. Но те они немножко тверже были. Эти помягче. Ну вот вкусные они. Сахарные такие. По 80 копеек. Взяла 2 пачки девчонкам. Ну вот так. Затоварилась. Сейчас покажу вам ценник. Кому интересно, можете подъехать. Здесь написано филиал Евроторг. Вот. Брест. И. Если к вам пройдусь. Если к вам пройдусь. Ну вот. 82 рубля вышло. Ну вот. Такие у меня покупочки. Мне нравятся. Раньше тоже у нас были оптовые типа базы. Мы все время затоваривались там. Мне нравятся. Но потом они исчезли. Заменили евроопты. Ну а сейчас вот он начинает появляться. Меня это радует. Может вы тоже знаете в Ресте где-нибудь еще такие базы. Пишите в комментариях. Будет интересно узнать, чтобы так заехать и подешевле затовариться. Все-таки цены у нас большие. Вот. И приятно, когда покупаешь с выгодой и дешевле. Все. Всем пока. Пока.